А в зоне АТО на этой неделе очередное обострение. Боевики, не прекращая, накрывают огнём и позиции наших военных, и мирные кварталы. Каждый день в сводках с фронта новые погибшие и раненые. В ОБСЕ посчитали, с начала этого года, то есть всего за два с половиной месяца, пострадали 86 мирных жителей. 16 погибли. И на уходящей неделе трагедия произошла в Угледаре. Там в руках у мальчика-подростка взорвалась граната, которую он нашёл на улице. А в селе Зайцево снайпер боевиков расстрелял автомобиль волонтёров. О жизни на линии огня расскажет Ирина Баглай. Она побывала и в прифронтовых посёлках, и на передовой. Вот эта дорога, что мы ехали только что, она вся простреливается. И они стреляют постоянно. На улицах прифронтового Зайцево день, но людей почти не видно. Здесь под обстрелами живут 150 человек. Круглые сутки противник простреливает. Все улицы снайперским огнём, огнём пулемётов, автоматов. Максимум, куда можно доехать, до гаража. Здесь люди сами и оборудовали местный сельсовет. Перед ним получают гуманитарку, обмениваются новостями, заряжают телефоны. Наши родные, здравствуй, девочка. Тут очень рады гостям. После того, как 8 марта на глазах людей обстреляли машину волонтёров, жители Зайцево боятся, что окажутся совсем отрезанными и от помощи, и от возможности выехать из села. Обстреливается этот дом. Только собрались люди, начинается пух-пах, летят пули. На майорске там логистика, и вот там купить бы что-то хочется, мандаринки. Боимся эти, стреляют. Террикон, на котором и засел снайпер, находится в двух километрах от этой улицы, где мирным жителям выдают гуманитарную помощь. То есть они находятся в прямой видимости у наёмника. Стреляет он из противотанкового ружья. Из него и обстреляли машину волонтёра Юлии Толмачёвой. Её и водителя посекло осколками. Толмачёва народный герой. В зону АТО из родного Житомира ездит по нескольку раз в месяц. Для местных она родная Юлечка. Вот она лежит. Юля, Юля, ты моя дочечка. Такая девчина хорошая. Ну надо это. Узнав, что произошло с их Юлей, зажатые в ловушке обстрелов люди, у которых и у самих ничего нет, начали собирать помощь для неё на операцию. Это человек с огромнейшим сердцем. Она находила наш ангел. У меня бабулечки называли её Юлечка, ты наш святой Николай. И, сволочь, неужели же этот снайпер не видел свою оптику, что она раздаёт мирным жителям? Я вам покажу свою шапочку, судя по шапке. Вот запёкся осколок. Ну этот осколок практически, вот что он запёкся в шапке, все врачи смотрели, сказали, он спас меня жизнь, потому что неизвестно, с чем бы закончилось. А мелкие осколки поразлетались, позалетали в голову. Юля и её водителя Сергея госпитализировали в Днепр. Там и прооперировали. Но ещё остался один осколок. Застрял в лицевом нерве. Врачи пока не решаются его извлекать. Но говорят, Толмачёвой повезло. У Сергея ранение серьёзнее. У него переломы, несколько переломов открытых запястья, по-моему, ещё чего-то. Ну и плюс он тоже получил контузию. Но он был, слава богу, в каске и в бронике. Ну и тут в госпитале Юлия Толмачёва не перестаёт помогать. К ней по-прежнему обращаются и военные, и жители фронтовых сёл. Ох, выход. Дорогу из Зайцева, куда так часто ездила Юлия, боевики сейчас отрезают миномётными обстрелами. Дома на выезде в нескольких километрах от передовой. Два года до них не долетали снаряды. Теперь вокруг воронки. Две семьи вынужденно выехали. Те, кто остаются, стараются держаться вместе. А мы ходим вместе, это, восемь человек, собираем всё в одну хату. И там мы, кто на полу, кто идти. Лишь во-первых, на животе вместе. А хатной страшно. Там тоже находятся их посты. За терриконом плотским и где-то посередине плотского террикона выезжают время от времени миномёты, которые могут обстреливать по нашей линии фронта. Всё, что угодно. Дистанция позволяет. А крайне оккупированные Горловки хорошо видны военным. Каждую ночь из-за терриконов боевики накрывают огнём Зайцева. Они стреляют. С одного места постреляли, быстренько свернулись и, соответственно, ушли с места, чтобы не светиться. Бьют по девятиэтажке. Мы в церкви пробуждения. А это уже Авдеевка, севернее Зайцева. Если со стороны Горловки боевики ведут огонь в основном из малокалиберного оружия, то для Авдеевки не жалеют тяжёлых боеприпасов. Днём российский танк ударил в девятиэтажку. Одно из попаданий засняли волонтёры. Начинается с мелкого, 80 уроки. Потом пошла 120-ка, потом выезжает танчик. Судя по звуку, наверное, не один. Они, наверное, прикрывают его или как-то так передвигаются. Но по интенсивности стрельбы, то, мне кажется, минимум штуки четыре. В отличие от Зайцева, Авдеевка за спинами военных. Основные удары на себя принимают бойцы в промзоне и на позициях рядом. Боевики здесь всего в полусотни метров. Пехотинцы говорят, враг размещается так. В окопах местные боевики за арт-установками кадровые российские военные. И любые сомнения отсекают. К тому же малокалиберное вооружение противника российского производства. Пулемёт «Утёс» 12,7. Когда слышишь стрельбу, кажется, можно спрятаться за вот таким бетонным забором. Ещё несколько дней назад он был целый, а теперь изрешечён пулями «Утёса». Он стоит на станке, у него хорошая оптика. Это пулемёт, из которого, помните, Пореченков? Да, это он из него целился. Это пулемёт, это очень мощный пулемёт. Разница? Я работаю на 500 метров, он работает на километр. На этой неделе снова усилились обстрелы. После провальной попытки прорваться к Авдеевке, боевики равняют промзону, засыпая её снарядами. Но эти дни для 72-й механизированной бригады тяжёлые ещё и морально. 40 дней, как погибли их товарищи. Царство небесное. Слава Украине. Героям слава. Не верится, просто что они загибнут. Ему чуть тяжело, чтобы залишить стрельбу. Не, не верится, действительно не верится, что они полегли. И все, кто, все самые лучшие, кстати. Вот, дивится, тут не было ни одного такого, что именно кращий. Почему кращий, Бог забирает. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробейт, Коизданецк области. Подробности, телеканал Интер.